Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем долгое и неспешное прохождение Киберпанка 2077 на максимальной сложности, и эту серию я сейчас начинаю записывать уже второй раз, потому что мы сейчас выходим в открытый мир, да, фактически, и там у меня начала игра подтормаживать, FPS так чуток просела, и я посмотрел на ОБС, и там вообще всё плохо было, то есть запись совсем ОБС у меня не тянул, жуткие лаги были, и я сейчас попробую поставил бандикам, бандикам мой любимый, и может быть сейчас нормально всё будет, напишите, если картинка будет там лагать на записи, если я где-то не замечу, может быть, да, и что вообще, как лучше может стала картинка, да, или хуже, или что вообще. Я бандикамом давно не пользовался, всё ОБС, да ОБС, ну и в прошлой серии мы посмотрели на импланты, и получили несколько новых заданий. Я бы, наверное, первым делом пошёл получить свой цифровой бонус. Это задание нам Тибаг ещё дала, когда мы в квартиру только возвращались после прошлого задания, она нам позвонила, сказала, что у её там друга есть для нас кое-что. Всё, и была, по-моему, подсказочка такая, что типа, мол, это задание начнёт нашу нетранерскую карьеру, что-то такое вроде было. Ну, короче, надо пойти забрать, поэтому мы сейчас выйдем, поговорим с Джеки, и дальше поедем вот аж сюда. И, наверное, немножко фриплея у нас будет, я думаю, по дороге посмотрим на какие-то разборки, посмотрим, что вообще там и как. И мне хочется всей этой нетранерской деятельностью заняться, потому что всё хочется попробовать повзламывать терминалы, да, и повытягивать с них бабло, и плюс ресурсы у нас будет возможность вынимать. Но, как я понимаю, для этого нам нужен демон, добыча данных, которого у нас нет. Поэтому у меня пока нет доступа к подключению к этим, к торговым автоматам, да, и к вытягиванию из них бабла и ресурсов. Вот, но ребята мне просто в комментариях пишут уже не первую серию, что их взламывать надо, у меня пока возможности такой нет, увы. Я бы с удовольствием. Я уже носом там тыкал во все щели этого, этих торговых автоматов, но пока так и не придумал, что мы можем сделать. Давайте посмотрим, что там за диплом. Грамота присуждается Виктору и Вектору, занявшему второе место в тяжёлом весе в финале шестого открытого гран-при Уотсена по боксу. Окей. Ну и пошли. Можно погладить кисоньку. Сейчас модно стало кисоньку гладить. И тут вот этот лифт, он прямо так и просится, чтобы мы зашли в этот лифт, да, и посмотрели куда, куда же мы можем забраться. На крышу. Поехали. Такой бомжолифт без телевизоров, да, как-то прям непривычно. Новости не посмотреть, пока едем. Ничего пока. О, вижу, что там. Зажигалка. Немного барахла. Это что? Еда какая-то. Снайперская винтовка стандартная на 20 уровень. И шесть силы надо, чтобы полностью раскрыть её потенциал. За 320 монет мы можем её продать. Оружие с рикошетящими пулями. Угу. Это понятно. Боеприпасы для снайперки. Пластинка с кианом. Немного редких компонентов. Редких компонентов мы ещё не получали, насколько я понимаю, да? О, там что-то было. А ну подпрыгни ещё раз. Там под ящиком было что-то. Давайте почитаем записи. И некоторые зрители просят, чтобы я пропускал записи. И я вслух объясню мою позицию на эту тему. Почему я во всех играх, где есть записи, во всех играх, которые мне интересны, да? Почему я читаю эти записи вслух? Потому что у нас, по-моему, 60% зрителей, если не больше, смотрят с мобильных устройств. Ну, с телефонов, да, может быть, там, с планшетов. И, ну, то есть, часть зрителей смотрит с телефонов. Зачастую не с самых больших. И с телефонов не все могут читать. Меня часто просят, когда я там, были некоторые игры, которые мне не слишком интересны были, и которые, которых мне не хотелось много читать. Вот. И меня просили ребята неоднократно, чтобы я читал, как я это обычно делаю. Поэтому я всегда читаю. Перемотать тем, кому это неинтересно, весь этот лор и все остальное, по-моему, не проблема. И не пытайтесь отобрать у зрителей, которые не могут там прочитать, да, самостоятельно. Не отбирайте у них возможность послушать все эти истории. Пожалуйста. Пожалуйста. Я прошу. По-человечески. Не будьте эгоистами. Я понимаю, что я читаю не самым лучшим образом, да, это, как бы, да, есть такое. Но я стараюсь. Перед нашим прибытием туда... Что у нас, да. Рассказы Вильзевула своему внуку. Перед нашим прибытием туда многие из живых в Вавилоне существ, в конце концов, даже свихнулись на этой почве. И многие уже были кандидатами к этому. Поэтому этот жгучий вопрос современности заключался в том, что и гореученые, и обычные существа города Вавилон очень хотели знать, есть ли у них душа. Поэтому вопросы у Вавилона существовали всевозможные фантастические теории. И все время стряпались все новые и новые теории. И у каждой, как там говорится, остроумной теории были, конечно, свои последователи. Хотя там существовала целая куча этих разных теорий. Тем не менее, все они до одной были основаны лишь на двух, но совершенно противоположных посылках. Одни из них назывались атеистическими, а другие идеалистическими или дуалистическими. Все дуалистические теории утверждали существование души ее и, конечно, ее бессмертие. И всевозможные пертурбации с ней после смерти существа человек. А все атеистические теории утверждали прямо противоположное. Короче говоря, мой мальчик, когда мы прибыли в город Вавилон, там тогда происходило так называемое вавилонское столпотворение. И еще одна запись у нас тут есть. Я не знаю, почему я их сначала беру, а потом нажимаю Z, когда можно сразу нажимать R все время. Честно, не знаю. Морган Блэкхенд. Руководство для Соло. Вступление. Видите себя в будущем легендарном Соло? Конечно, видите. Иначе, зачем вы взяли в руки эту книгу? Вы хотите, чтобы вас уважали, боялись, превозносили? Возможно, вы слышали от кого-то, что я всех побеждаю одним взглядом без единого выстрела. Что ж, открою секрет. Это правда, и вы также сможете, если пройдете через ад, столько раз, что собьетесь со счета. Тысячи перестрелок, миллионы пуль, сотни литров крови, и в том числе вашей. Вот чего вам следует ожидать. А еще вам понадобится хороший рипер, который заслуживает доверия. Такой, с которым вы станете чумбами на всю жизнь, и который каждую неделю будет вам говорить. Странно, что тебя еще не обнулили. Если вам повезет, конечно. В наше время все, у кого есть большая пушка, куртка из синт-кожи и мини-базука, мнят себя крутыми соло. Вот что я вам скажу. Прикончить пару-тройку отморозков с улыбкой на лице не так сложно. Я знал одного рокера, он однажды подорвал целый отряд корпоратов. Думаете, он после этого стал соло? Нет, он после этого стал трупом. Все еще хотите видеть свое имя в списке лучших наемников? Славно. Значит, эта книга то, что вам нужно. Окей. О. Еще немного. Брахлишко. Все. Валим отсюда. А мы... Стоп. Я думаю, прыгать тут не стоит, пожалуй. Было бы прикольно, конечно, если бы у нас была возможность быстрого спуска. Не через медленные лифты. Но, может быть, там что-то будет у нас. Что-то есть по-любому, что уменьшает урон от падения. Но, наверное, не настолько, чтобы там... Какой у нас, по-моему, девятый этаж тут был? Да. У нас еще там сообщение какое-то виднеется? Или что это у нас? Да. Позвонить. Открыть сообщение. Смотри, пара слов о твоих соперниках. А, понятно. Это эти. Боксеры. Я бы побоксировал, да. Но пока там сложность высокая. Станет ли легче боксировать? Наверное, не встанет. Можем пойти побоксировать в этой серии, я думаю. Да? Как вариант. Я, по-моему, еще сюда не ходил. Что тут? В переулке. Не работает, что ли? А, странно. Вроде работает, но нет возможности его взломать. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего красного. Хребчелоид. Ну, у них там еще вроде предложение, да. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего красного. Понял, Мисти. Моя ты зайка. Не забывай заботиться о своей ауре. Каждый день ее поглаживай. Не смейся. Это очень важно. Нужно, чтобы руки были чистыми, и движения, чтобы шли вдоль нитей света. Тогда они становятся крепкими и упругими. Упругими. Окей. Я просто, да, уже записывал, поэтому знаю. Я говорил с Декстом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Окей. Постараюсь договориться. Знаю, что у них тут был диалог про упругую ауру, которую надо гладить. Так, хорошо, и... Еще мы можем... И он, да! Во, поговорить, да. Слушай, а ты хорошо знаешь Бак? Мамить-то на меня запало, точно тебе говорю. Хе. Ну, вообще, она не из тех, ски можно запросто пойти пивка попить. Вряд ли она способна на кого-то запасть. Не такое на человека. Ну-ну. Я думаю, не очень удобно нагинаться. Когда у тебя игла... Ты давно ведь уже с мистей? В груди. Ну да, почти год. А что? Да так просто. Не думал, что ты столько продержишься в серьезных отношениях? Да ладно тебе, Мана. Я же из хорошей семьи. Как мама? Ну, волнуется. Извелась уже вся. Из-за чего это? Ну, мы пытаемся подняться. А чем выше, тем больше охотников нож в спину вогнать. Выше ставки, выше риски, Мана. Мама это знает. Крептилоид. Как же он с душой орет, да? Прорыв пиллоидов. Процветает. За два дня ты первый, кто сюда зашел. А до этого был курьер с пиццей. Дорогу спрашивал. Люди в этом городе вытратили связь с духовным пластом мира. Но, в конце концов, это я здесь для них. А не они для меня. Рептилоид. Рептилоид. Мир как воля и представление. Кроме того, смерть – великий повод к тому, чтобы мы прекратили свое существование в качестве «я». Благо тем, кто этим поводом воспользуется. При жизни воля человека лишена свободы. Все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно совершаются на основе его неизменного характера. Между тем, всякий хранит в себе воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен собою. Но если бы он и вечно жил, то в силу этой неизменности характера он вечно бы и поступал таким же образом. Оттого он должен перестать быть тем, чем он есть, для того, чтобы из-за зародыша своего существа он мог возродиться как нечто другое и новое. И смерть разрывает эти узы. Воля опять становится свободной, ибо не в эссе, а в операрии лежит свобода. Артур Шопенгаур. Окей. Показалось. Ты чего? Кто-то понравился? Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Нет, здесь просто мазь. Дело довольно деликатное. Да ну, до сих пор у тебя такие знакомые. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Даг. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Рептилоиды. Обезврежение врагов. Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами, используя несмертельные разные варианты убийства. Анатомия убийства. Отслеживайте. Так, хорошо, мы не будем отслеживать. Тут мультики показывают. Прикольная тема с этими голограммами. Голограммами. Бля! Сорян, сорян. Ой, сорян. Кто последний тот дурак? Убей, бей! Не надо! Это потому что я в мужика врезался. Полицейские не обратили внимания, а там все в шоке разбежались. Вот это вот, да, это... Это мое проклятие. Наверное, с моей клавиатурой. Что буду постоянно нажимать двойным кликом случайно и... Стрейфится. Там еще куча телевизоров. Так, ладно. Мы не будем слишком много этому внимания уделять, я думаю. На запись, во всяком случае. Ты кто у нас? Наемник из посмертия. Разыскивается в Найт-Сити. Кузнечик. Вы можете получить награду за обезвреживание преступников, объявленных в розыск полиции Найт-Сити. Вознаграждение будет зачислено на ваш счет. Немного навыка скрытности получили. Некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире Найт-Сити и открыть новые возможности. А что там? Покажи-ка еще. Ага, понятно. Просто репутацию там мы смотрим. Окей. Противогаз. Две брони и... Лечилка, типа. Наемник тоже, да? Что там происходит? Еще немного скрытности. 15 очков репутации, но награда моя... Или моя награда только в репутации, как бы, заключается. Или, может, мне их надо копом доставить как-то? Я думаю, вряд ли, да? Так, разные побочки. Давайте, что мы... А, это наша квартира. Совсем тут недалеко. Давайте мы поставим меточку вот сюда на цифровой бонус. И... Вызовем машину нашу. Надо к дороге какой-то подойти, наверное, да? Чтобы... Ой, сколько торговых автоматов. Это же сдуреть можно. Взламывать, не перевзламывать. Качаться, не перекачать. Короче, следующую серию надо будет начинать. Да, я... Это... Всем привет с вами, галактики. Я тут не на запись немного повзламывал терминалы. И прокачал 20-й уровень взлома. Понятно. Да, вот эти штуки, которые я видел в прошлой серии, они сразу открываются, когда мы рядом с ними проходим, и являются точками быстрого перемещения. Сразу становятся доступными. Ну вот, например. Да, вот это вот точка доступа, которую... К которой можно подключаться, по идее, и... Взламывать... С помощью этого... Вируса... Data mining, как он на русском там... Добыча данных, вот. И... Так, я явно не туда иду, куда-то. И получать таким образом... Дополнительные... Денежки. Что тут за движуха? Кто это такие? Громила. О, за этого деньги дают как раз, да? А за тех просто репутация немного. Уровень вознаграждения никакой вообще. Тигриной когти. Ну-ка, давайте посмотрим на... Вот этого, к примеру. Сколько? Семнадцать? Ух ты. Стоит перезагрузка ему. И взлом протокола недоступен. А у этого вообще тридцать восемь. Ничего себе какие они. С защитой, да? От всего. Давайте попробуем их замочить всех. Ну, попробуем сейчас, да? Во всяком случае, это интересно будет. Снаряжение. У меня почему-то в прошлой серии, вроде, вывалился дробаш. Давайте возьмем его. Так. Я сохранюсь на всякий случай. Вроде сохранился. И давай. Все. Вот теперь вроде все. Скрытность поднялась у нас. Я вижу, что у тебя еще что-то есть. Вот уж аж. Это мусор. Хоть теликом взломай. Ну ладно, это вода. Не получается лутануть нормально. Не? Всем пофигу, да? Так. Где бы нам тут на дорогу выйти ближайшую? Вот эти в шоке сидят тут такие. Вымогатель. Ну, денег за них не дают. Пусть себе тусят, да? Хоть и репутации по двадцатке. Проще, наверное, было бы по карте кликнуть, да выйти на дорогу по карте. Или к машине подойти. Вон вроде бы, да? Дорога уже. Нет? Нет. Что-то, что-то куда-то я совсем иду не туда. Куда надо. Куда мы идем вообще? О-о-о. Не, ну дорога, да? Где-то здесь должна вроде уже... В другую сторону надо было идти к машине. Я думал, я быстренько сейчас какой-то дороге выйду, да? Позовем. Подзовем. Машину. Где-то стреляют. Вызовите копов. А ну, ты кто? Ты кто? Тигриные когтя. Все они такие. Так, тихонечко. Давайте, может быть, дробовик возьмем. Может быть, подлечимся. Это будет полезно. Дробаш хорош. Дробаш вообще прям хайфушечка. Копа как раз, да, с ними? В перестрелке были. А поговорить там с копом не получится. Блин, а угнать копа мобиль не выйдет тоже, да? Ай-яй-яй. Этот живой. Так. Взлом протокола. Отправить ледокол. Уменьшает затраты памяти на каждый скрипт. Так, 1С и 1С, да? Вот это вот. 1С и 1С. Это легко было. Ну, легко, потому что это ерунда, которая нам... Сколько мы опыта получили? 75 свои получили, по идее? Или 8 это было только что? 8 мы, наверное, за повторную получили, да? За этот взлом. 81 очков опыта уже. То есть все больше и больше мы получаем. Интересно. Ну и 10% мы получаем за повторный взлом. Значит, за тот раз мы тоже получили за тот взлом. Да? 80 очков. Неплохо. Неплохо. Что я только что подобрал? Да я... С запозданием с небольшим вроде идут иногда. Может, когда мы мусор получаем, они ничего не пишут нам? Как вариант тоже. Еще ящик. Помогли копам. Мы молодцы. Мы молодцы, кажется. Так. Оу. Это лимузин Dex этого. Погоди, Dex. Тут у нас весело так. Я пока что погоняю. О, вон наша тачка. Ну, платва прям, да? Так. И поехали... Вот сюда. Ну, ладно. Поедем по белой меточке. Там в одной из подсказок было и типа... Не забывайте сигналить или что-то такое почаще. Кажется. Нет, давайте мы, наверное, переключимся сейчас на этот... Просто на вот это задание. И так будет лучше, чтобы мне... Желтые полосочки меня не отвлекали. И, может быть, по дороге сейчас где-то что увидим интересное. Вдруг какие-то там разборки будут. Это точки быстрого перемещения, как я понимаю. Не спеша себе едем. Сменить вид. Выключить радио. А, оу. А есть? Есть, слушайте. Давайте посмотрим. Блюз Рояль. Тихие мечты. Ритуал ФМ. Ну, хорошо. Пусть будет выбрать, да? Выбрали, в общем. Пусть играет эта приятная музыка. Вот там... Где-то сверху какие-то разборки... О, сколько автоматов. Взламывать, не перевзламывать? Ладно, поехали. Сверху я не знаю, как туда к ним забраться. Вот, наверное... Не, не знаю. Музончик приятный. Тихий такой, да? Музон в машине у нас. Ну и хорошо. Громче, я думаю, не стоит делать. Потому что в других местах тогда музыка начинает просто глушить нас. Я вообще думал, если честно, что в Киберпанке должно быть больше не техно-музыки, да? Как вот здесь. Одно вот это техно, этот скрежет мерзкий. А больше... Как он называется? Я что-то совсем из головы вылетела. Сейчас. Больше какого-то синтвейва. Или чего-то типа того. Или... Ну, ретро-вейв может быть, да, не очень. А вот синтвейв, по-моему, то, что надо здесь. Да и радиостанцию с ретро-вейвом было бы тоже круто. Ну, тут вот музыка тоже. Я нашел радио для себя. Приятное такое. О, тут вон... Тоже где-то сверху. И хрен пойми, как туда добраться. Черт, ладно. Давайте сейчас припаркуемся. Вот, хорошее место для парковки. Кажется, я выбрал еще чуть-чуть. Вот, вот, хорошее место. Ой, какие у него глаза. Приветик. Здравствуйте. Мне должна была прийти посылка. Заказ номер 48. Сейчас проверю. 48. Сор... Точно? Там целая коробка... Да-да, 48. Точно. А я думал, монахи воздерживаются от земных удовольствий. Конечно. Это для друга. Помогаю ближнему своему. Так. Я вот, да, неоднократно говорил, что... Мне сам сеттинг киберпанка... Точнее, даже не самого киберпанка, а... То, что все действия у нас происходить будут, по большому счету, в одном городе, в огромном. Мне это, казалось, будет не нравиться. Но мне нравится. Город хорош прям. Интересным получился. Это что получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объясни, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты вид, да? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня мелитеховская пара лайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или под программу. Я бы попробовала на твоем месте. Так. Запрос. Обнаруживает врагов и устройства, которые подключены к локальной сети. Вызов подкрепления. Вызывает союзников врага не более одного. Типа, чтобы экспы побольше было. Для нас. Или... Я что-то пока не понимаю смысла вызывать союзников нашего врага. Но это интересно. Замыкание. Замыкание у нас есть. И запрос у нас тоже есть. Заражение. Несмертельно. Носит небольшой урон врагу и отталкивает его. А затем передается другим врагам. Не отталкивает, а отравляет. Не более двух. В радиусе восьми метров. Эффективен против групп. Интересно. Время отправки одна секунда. Тридцать секунд время восстановления. Звуковой шок. Оглушает врага, ухудшая его способность слышать звуки, которые производят посторонние. Нарушение моторики. Лишает врага возможности передвигаться. Перегрев. Несмертельно поджигает врага и некоторое время наносит ему большой урон. Менее эффективен против роботов, дронов и машин. То есть наносит большой урон, но не смертельно. Как-то интересно понять. Тоже перегрев. Перезагрузка оптики у нас есть. Сбой имплантов. Блокирует умения врага, связанные с имплантами, а также может отключить разные виды сопротивления и обездвижить. Наиболее эффективен против быстро передвигающих врагов и нетранеров. Сбой оружия. За 300 по дешевке отдают. Временно блокирует оружие врага. Понятно. Заставляет врага прийти туда, где вы находитесь. Свист. Ух ты. Пойдет. Шпионский, контролирующий. Да, у нас еще типы скриптов есть. Хорошо. Сколько барахла мы насобирали, можно все это дело поразбирать будет. Установка. Да. Мы заходим в снаряжение. И вон наша дека. А что там, кстати, было на ней только что написано? Аппаратные скрипты. Самая производительная... Не самая производительная, но доставленная внимания кибердека. Способная выполнять разные задачи. Главное проявлять терпение. Ну и ставим запрос, да? А если я хочу... Жалко, просто перетаскивать нельзя. А то как-то и отсюда убрать нельзя. Может как... А, можно убрать средний... К средней клавиши мыши. Хорошо. Можно посмотреть на... Скрипты подробнее, какие там... А то непонятно, что они там делают. Отправлять скрипты врагам и устройствам во время сканирования. Ну окей. Так. Отправить демон запрос в систему камеры, чтобы найти точку доступа. Сколько у нас тут всего есть теперь? Окей. Точка доступа. Точки доступа позволяют проникать в локальные сети и собирать важные данные, за которые иногда можно получить награду. Подключаемся. И вот такая же штука, такой же разъем есть, да? На этих... На... Торговых автоматах. Так. И... Что там у нас? Навигация. Выберите код. Ааа... Ааааааааа. Я понял, что надо было сделать. Не выполнено. Или... Или я не понял. Подождите. Добыча данных. Вот, кстати, добыча данных, правильно, дает нам небольшое количество евро, долларов, компонентов и или скриптов. То есть, и вот эта тема должна быть на торговых автоматах. Я что-то пока не понимаю. Ой. Надо дать немного времени. Не, я что-то снова не так сделал, по идее. А, нам... Нет. Что-то сложно. Я нажал сюда, выбралось... А, ну, вон, сработало, да? Типа так. Но... Непонятно. Мы получили соточку. Вы еще попробовать? А, уже не работает. Точка доступа. Ну, ладно. Задание выполнено. Что с автоматами? Что, нельзя поиграть? Ну, в такое, ладно, я бы не стал играть. А я в такое бы порубился бы. Ай-яй-яй. Я вот... Не совсем понимаю, почему у нас... Тут есть... Здесь у нас какой-то торговый автомат где-нибудь. Поблизости. Там что-то подсвечивалось. Вон, торговый автомат. Пойдем. Аккуратненько, давай, на... Вот так, оп, оп. Для меня твое слово. Там уже не будет денег. Вон он, да? Точка доступа там. Все дела. Есть только отвлечь врагов. Вон, разъем есть. Включено. Уязвимости к сбою. Ладно. Пошли дальше. Что у нас есть? Рипер еще один. Тут разборки. Оу. Давайте попробуем к вот этим разборкам подойти. Наверх там куда-то. Забраться. 125 метров. Ничего поблизости интересного нет. Точки быстрого перемещения. Да, у нас открылось несколько. Преступления. Здесь нужно обезвредить преступников и найти улики. О, можно будет пойти посмотреть. Это по бочке, да? Но это интересно. Попробовать. Чтобы посмотреть, как это все работает. Так. Нам не сюда советуют идти, а... Тут заперто. Да ты чего? Взлом протокола. Запрос есть. Банда. Ну, давайте взломаем протокол ему. Потренируемся. А, ну тут 1С, 1С тут просто. Так. Перезагрузка. И давайте запрос. Что мы там у него запросить можем? Он нам что-то... Может, вот эту точку доступа мы сможем взломать? Нельзя сюда подняться так. А, дверь это где-то там. Подождите, подождите. Как мы... О-о-о. А ну-ка. Разбой. Чтобы закрыть эту... Заявку на расследование, заберите ценные вещи, обезвредите всех врагов или... Прокравшись мимо них незаметно. А-а-а. Незаметно. Так, но подождите. Разбой. Разбой у нас... Да, разбой. Здесь нужно обезвредить нарушителей порядка. И найти улики. Ценно это, наверное, как раз улики. Обезвредить? Или прокравшись... Прокраситься незаметно, да, говорили? Хочу ли я краситься тут незаметно? Или это вот обязательно прям... Действительно будет. О-о-о. Ты где? О. Чуть не скопытился. Спасибо. Три, четыре, пять. Я иду искать. Погоди, погоди, не уходи. Я тут, я пришел. 24 очка репутации. Сейчас. С этим поговорить нельзя. Оружие. Оружие. Что там? Новый чип. Архивный диалог. Так, Кэсси и... Дзиотаро. Шеф, мы нашли этого рипера. Он снял геодатчик с кейка. Говорит, не знал, что она из наших. Да все равно. Где она? Скоро найдем. Рипер говорит, ее привел какой-то мужик. Джейк. Который черный. С хромовой челюстью. Ага. То есть ее любовник. Ага. Он. Убрать их. И ее этого негодяя. Так, чтобы все видели. Пусть они знают, как меня кидать. А что с рипером? Вломите ему. Нет. Заплатите. А если к нему еще какая-то дама придет, пусть с нами свяжется. Ясно, шеф. Он вроде не черный с... Я уж подумал, что это настоящий жучара. О, можно здесь... А, по трубе, наверное, стрельнуть просто можно было, да? Так, допустим. Тут где-то... Броненосец. Модификация одежды. У, 19 брони. И это самое ценное здесь было. На четвертый уровень. Курточка. Уменьшение урона при блоке дает. Уменьшает расход выносливости на блок. И еще один диалог. Хорошо, давай попробуем. Я готова бежать. Серьезно, мне терять нечего. Ну да. Не знаю, как ты столько продержалась вообще. Когда сегодня нет смысла тянуть. Окей, пойдем. Вытащит из тебя рипер геодатчик. Скажу, что потом... На ночь останешься у меня. Я боюсь, не бойся. Тебе надо... Бежать. Ты все делаешь правильно. Окей. Что там? Взлом протокола, запрос. Везде теперь есть запрос. И запрос этот ведет нас куда-то вот туда наверх. Там вышка эта запертая дверь. И ничего мы с ней сделать не сможем, да? Нет, так тоже она не откроется. Можем ли мы как-то... Сюда мы типа можем тела сбрасывать, чтобы не палиться лишний раз. 75 очков дали нам. Интересные помехи такие. Ну, туда, походу, никак не забраться, к той вышке. Скорее всего, через эту дверь, по идее-то. А может, нам к ней и не надо? Но, да. Запрос нам дает, получается, только вот информацию, куда... Ну, о всех устройствах в этой сети. А вышка... Подключает все эти устройства. Может, ее можно как-то снести. Ну, а смысл, правильно? Может быть, если бы камеры там были, да? То с этой вышкой разобраться можно было бы. Ну, со смыслом я к этому веду. Эй! Что происходит? Так, ну хорошо. Что у нас? Новое место. Здесь что-то есть. Уровень опасности высокий. Давайте пойдем посмотрим. Почтомат. Тут вроде бы недалеко. Пройдемся. Вау! А, тут елки-палки. Я думал, тут кто-то ко мне прицепился. Так что аж развернул меня. Ища как в мажет, подумал. Но не, все хорошо. Там, кажется, скоро мы уровень поднимем этого. Да. Показатель длительности взлома протокола на 5%. Пятый уровень взлома мы подняли. Так, ну я иду не туда, куда нам надо, да? Я немножко отвлекся. Там кусок мусора какой-то валялся. Ладно. О, исчезла тетка только что, да? Прямо передо мной. Здрасте. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмил. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Нейтрализация. Анна Хэмил. Рынок в Кабуке. Идеальный коп, прямо как из социальной рекламы. Красива, умна и абсолютно нетерпима к беззаконию. Именно таких в Найтсити больше всего ненавидят. У ее коллег из полиции другой взгляд на жизнь. Они уже давно поняли, что сидеть на стуле с пиками материально невыгодно. Проблемы начались, когда Анна узнала о нелегальной продаже имплантов на базаре в Кабуке. Копы быстро сообразили, что ее расследование надо прекратить, иначе оно повлияет на доходы всего участка. Я могла бы, как обычно сказать, приступай, но если честно, мне жаль Анну. Убеди ее уехать из города, закрыть дело, сменить профессию. В конце концов, постарайся ее не обнулять. Это моя личная просьба. Страшная такая, как инопланетянка какая-то. Так, тут вот два клиента, что они 60 репутации дают за этого. Обвиняется в краже личности представителя корпорации и в нападении. Но за него деньги не дают. А за этого десятку предлагают. Он у нас в ближнем бою будет драться, по идее. Да, я вот так эти иконки понимаю. Давайте сейчас сохранимся. Я такой типа иду мимо, иду такой. Опа, схватил и... Оглушил его. Оп, так. Ух ты, он меня с одного этого, да? Ушатал. Неожиданно было. И оранжевый значок значит, что здесь опасные ребята для моего уровня. А если я просто такой типа... Попробую. Где опять моя пушка, я не понял. Опять у меня пропал мой дробовик. Но у нас кроме дробовика, может, еще что-то есть? Штурмовая, пистолет-пулемет. Штурмовая. Сюда мы возьмем дробовик. А насчет штурмовых можно и подумать. Ну, а пистолет заменим на, наверное, наш вот этот вот, да? Как-то вот так сделаем. А вы чего хотели? Мы в каблуке, а не в норд-волке. Много вы кочевники про каблуки. Так, я еще разок сохранюсь. Ну и если я подойду и вот так вот этому вломлю... О, так, кто-то там сзади, по-моему, еще. Я, по-моему, по... На карте было много красных точек. Так, я или по жителям обычным стрельнул, или мы пришли в райончик к этим ребятам, и там они просто не одни, не только эти двое, да? Ну ладно. Не заработать нам десятку. А, ну правильно, да, вот эти двое, и там вон еще... Сколько-то, да, вон еще один, правильно. Тут так не получится. Это чувак зеленым подсвечивается для нас. Отправить фотографию... Так. Ну, что скажешь? Или где позаимствовал. А тебе не похуй ли? Я из Баккеров. О, двое кочевников встретились на улицах Найт-Сити. Тебе нужна помощь. Какими судьбами в Найт-Сити? Да как и все. Приехал за деньгами и приключениями. Как видишь, не жизнь, а мечта. Может, я тебе чем помочь могу? Я ищу эту даму. Знаешь ее? Она коп. Конечно, знаю. Она снимает номер в этом отеле. Тебе вон туда. Супер. Спасибо. Да не за что. Контроль камер. Давайте мы сейчас первым делом взломаем протокол. Попробуем. 1С и БД. То есть, да. Тут тоже было просто. Теперь. Запрос. Ну, давай, запрос. Давай, все по порядку сейчас. Стоп, куда ты? Еще раз. Разменяешь мне сотню по 50? Куда ты меня отправила камера? Ну, разменяй. Мне сдачу давать нечего. Не видно этого луча. Ну, ладно. Фиг с ним. У нас есть еще... Выключить... Удаленную деактивацию отвлечь. Контроль камер. Давайте подождем. Вот у нас восстановилась на контроль камер. Давайте посмотрим, что у нас. Камера может интересна. Мы можем подсвечивать отсюда. Можем... Не хватает нам. Не хватает. 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 Сейчас, по идее, местные гопники туда пойдут. Но ничего интересного нет в этом, да? Походу. А еще есть другая камера. Следующее устройство. По-один. Где-то кто-то стреляет, по-моему. Предыдущее. Выйти, выключить... Включить сканер. Включить и выключить. Написано выключить. Отдалить. Приблизить можем, да? В лицо этим посмотреть. Ребятам. Хорошо. Интересно. Нет. Как нам это... Выйти, ЦМБО. Интересные возможности. 5 лучших работодателей мы читали, да? Да. Это мы читали. Хорошо. Но раз мы можем сюда пойти, то давайте мы попробуем. Сейчас я еще гляну. Нету... Ничего не получается. Так. 76 евро баксов мы получили. Дверь тут заперта. А этого можно было бы тихонечко и оглушить. Но смысла, наверное, нет никакого, да? 90 репутаций немало, казалось бы, но... За денежку я бы согласился. За тебя ничего не предлагают. 60 репутаций. Так. И закрыто. Все везде закрыто. Мы, по идее, можем туда перепрыгнуть. И мы как раз окажемся там. Нам как раз вроде туда. Оп. Кажется, я чуть-чуть промахнулся. Фух, хорошо, что я не свалился. Стоять! Дальше ни шагу! Стою, стою. Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Тише, тише. Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. А, тихо, тихо, тихо. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальски. Вот уроды. Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город. Что будешь делать дальше, Анна? Ха! А тебе какая печаль! Я тебе кто? Подружка! Делай я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная! Мы не трогаем тебя, ты не трогаешь нас. Хорошо. Я... Только... На минуточку руки помыть зайду. Все. Я ухожу. Что у нас на карте? А, здесь ничего нам не показывает на карте. Две меточки, как будто бы там типа тоже точки доступа какие-то или что-то такое. Все нормально? Да. Тут кто-то баксы бросает. Я хожу, подбираю. Техническое умение 4. Оп, и открыли дверь. Мусорят. Ух ты. Вот это... Неожиданный поворот был. Немного. Есть. Забрали. Так. О. Можно подключиться. Наконец-то. Может у меня навыка техники там не хватает? Или интеллекта? Чего это у нас было за иконка такая? Так. А что нам здесь надо вообще сделать? Так. Так. Не выполнено. Ээээ... Не... Не выполнено. Ммм... Ммм... О, эпические... Эпические компоненты для скриптов мы получили. Так я... По идее взломал, правильно? Ха. Какая-то такая система... Хитрая, которая... Так, просто не разберёшься. Ещё баксов немного. Хм... Хм... Так, ну и... А, нам просто дальше ниже, хорошо По идее, как раз, да, вот вторая меточка на миникарте И значит, что где-то там мы можем законнектиться и что-нибудь взломать А вот эти штуки мы пока не можем взломать Давайте посмотрим сейчас Может быть, действительно, у меня не хватает просто... Интеллекта Но, с другой стороны, когда не хватало какого-то навыка где-то На взлом, например, да, на взлом автомобиля Чтобы угнать его То писала, нужно 20 техники А на этих штуках пока ничего не пишет Короче, непонятно вообще Но... Я знаю, что мы сейчас вкачаем Просто обнимаются, друганы Так И меточка теперь исчезла А, вон меточка, вон она Но теперь наоборот Не показывает то, что я бы хотел видеть Короче, знаете, что мы сделаем тогда лучше, раз такая пьянка? Давайте Возьмем единицу интеллекта Докинем И Возьмем сетевой интерфейс Чтобы автоматически подслеживались точки доступа И возьмем улучшенную добычу данных На максимум Прокачаем Так И я все равно не вижу, чтобы Здесь подсвечивалось что-то Но там точно что-то было Что-то было пластиковые противогаз фильтром шестой уровень требует граната защитный костюм подготовка боевых устройств чтобы быстро применить гранату в бою переместите ее в ячейку как бы у нас гранаты давно там в ячейке лежат 17 штук уже защитный костюм арасаки 1700 евро баксов обалдеть вау перспектива оптика так может закрыть дверь можно закроем так мне спокойнее всем глубоко пофигу давайте первым делом я сейчас может сохранить на всякий случай и а там было написано подключиться 4 как раз до 4 как раз чего там по идее что нам нужно взять как можно больше вот этих вот чисел насколько я понимаю то есть вот 1с 1с мы берем потом 55 мы берем к примеру потом что потом нет я я даже не знаю короче 2 1с мы взяли бд я не понимаю мы получили 200 баксов и компоненты компоненты всякие разные так я хотел вот винтарь чик наш заглянуть что у нас тут понабиралась это все хорошо ботинки отличные давайте оденем очки дают больше защиты чем противогаз интересно эти очки чуть больше защиты дают так куртка подождите куртка вот это лучше наша 9 брони дает а это две всего лишь что они одинаково до клинок для брони модификации и прицел которое можно было бы куда-то прицепить но я пока наверное не буду куча всяких разных гранат миллион еды 43 стимулятора у нас уже собралось кайф но это такие которые медленно восстанавливают здоровье со временем это все мусор мне товарищ один в комментариях написал что у него один раз мусор о да казалось бы мусор но стоит 750 евро баксов на минуточку стоит ли брать навык который будет автоматически разбирать весь мусор или все-таки лучше побаловаться самому с разбором и не лишать себя 700 евро баксов мы конечно может не все получим да при продаже но все равно это интересно мы сейчас по моему навык техники поднимем от разбора всего вот этого безобразия как нам ручками только да не очень удобно разбирать конечно когда много всякого тоже хлама духи так 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 карт много а ну-ка чё там создание о 200 опыта но нам чуть-чуть не хватило до навыка создания что он нам даст до 1 очко способности я думаю можно взять можно разобрать сейчас какое-нибудь оружие так снаряжение рюкзак или одежду может быть да вон какие-нибудь там боты ой это я выбросил их сорян боты вернитесь и я там что-то по моему еще выбросил вместе с ботами опять же рюкзак не просто снаряжение нас интересует z z от чечи разберем так эпические компоненты для скриптов мы получили простой противогаз до копейки вообще стоят такие смешные деньги просто это мы все оставляем конечно же тут тоже оружие я думаю тоже можно немного разобрать сортировка по умолчанию идет может быть по урону поэтому можно разобрать чуток пистолетов хотя бы так ну-ка по левел апчик ну в навыке создания да но мы можем распределить куда угодно этот навык скрипты с точки доступа все хорошо но немного не то чего я бы хотел так а по технике давайте посмотрим что у нас больше компонентов мы взяли при разборе создавать редкие предметы наверное пока не будем открывать на все остальное у нас пока не хватает навыка техники ну ладно ждем левелапа в любом случае там там будет видно ну мы тут конечно разбогатели разбогатели но и еще только что вот там тоже были подсвеченные какие то вот да типа точка доступа была или какая то другая может быть это иконка я не понимаю малеха ну-ка еще раз мини карта глючит еще местами а я понял это подсвечиваются вот эти штуки все ясно да у тебя прямо дар убеждения рада что у нас все получилось заказ закрыт репутацию получили сколько мы кучу бабла получили за это задание да три с лишним тысячи там насыпали нам 480 репутации за то что пришли сказали вали тетя отсюда пока не поздно вот это почем не продается вали а то покупателей распугаешь а я кто не покупатель у меня вали давай пока тебе пендали не дали да я да я тебе отзыв оставлю отрицательный страшная угроза как дело идет мусорщики вас тут сильно донимают когда как иногда да иногда нет а им хватает ума не связываться лично со мной я подыскиваю себе новое оружие есть что-нибудь хорошее а то полные ящики хорош перемотал я его хочу посмотреть сколько будет стоить а то есть мы за 750 продаем ровно за за эту цену выходит да не выгодно тогда что-то разбирать автоматически все у нас теперь есть 9000 томагавк в ближнем бою конечно местами страшно на максимальной сложности окей я тут нечего взломать вроде как ничего ну хорошо я думаю что мы пока что на этом серию закончим немного мы с взломом побаловались нашли интересное место тоже да где и материалы получили денег немного из задания тоже кучу бабла нам отсыпали прям вообще нам намного больше трех тысяч дали да за задание я не успел смотри увидел только когда там три тысячи уже тикало но было больше по идее поэтому пока что мы серию закончим я тут немножко повзламываю может быть что и в следующей серии мы продолжим ну а пока что всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии пока пока